Всем привет! Сегодня я готовлю лазанью. Любимое блюдо сына. Конечно, до итальянских поваров мне далеко, поэтому я поделюсь с вами рецептом, которым пользуюсь я. Вместо говядины я беру индюшачий фарш. Мы любим лазанью с таким мясом. Я часто пользуюсь индюшачьим фаршем. Кроме этого, я беру лук и чеснок. Чеснок мы тоже любим, поэтому у меня три зубчика. Вы добавляйте на свой вкус. Из трав я всегда добавляю орегано. Мне кажется, эта специя придает такой итальянский мотив или итальянский вкус любому блюду. Ну, вы, конечно, добавляйте на свой вкус. Ну что, начнем. Для начала я порежу лук и обжарю его на масле. Я пользуюсь топленым маслом. Можно жарить на растительном. Добавляйте на масле. Добавляйте на масле. Мясо у нас слегка обжарилось. Сейчас я добавлю туда специи и протертые помидоры. К сожалению, своих помидор у меня уже нет, поэтому у меня баночка протертых томатов. Кроме этого, как я сказала, я добавлю орегано, соль, перец, лавровый лист. Теперь я убавляю огонь. Накрываю сковородку крышкой и будем тушить мясо до готовности. Пока у нас тушится мясо с соусом, я приготовлю белый сырный соус. Для соуса мне понадобится немножко масла, пол-литра молока и тертый сыр. Кроме этого, нужно немножечко муки для загущения соуса. Добавляем 1 столовую ложечку муки. Хорошо размешиваем и разводим молоко. Комочки потом разойдутся, не волнуйтесь. Даем соусу закипеть и добавляем 100 грамм сыра. Хорошенько перемешиваем, пока сыр не растает. Смотрите, сыр начинает таять и соус становится гуще. Постоянно помешивайте, иначе он пристанет. Кипятить этот соус долго не нужно, только пока полностью не растает сыр. Смотрите, еще комочки здесь сыра у меня. Так, все я выключаю. Еще немножечко помешаю. Вот такой получился у меня соус. Смотрите, сыр почти растворился. Если остались какие-то небольшие кусочки, ничего страшного нет. В процессе запекания он еще растворится и станет более гладким. Все, соус готов. Мясо наше тоже почти готово. Сейчас начнем собирать лазанью. Я пользуюсь готовыми пластинами. Вот такими для лазанья. И я их не обвариваю кипятком. Я знаю, что очень многие их сначала размягчают в горячей воде. Я так не делаю. Я вот возьму одинаковые, идти немножко подлиннее. Я просто кладу, беру сухие пласты лазанья. В внешний слой я кладу пару щитов вот таких сухих. Сверху кладу мясо. Не забудьте попробовать мясо на соль. Лаврушечку я уберу. Если вам не хватает соли и перца, подсолите и поперчите. Я кладу два слоя мяса. Поэтому приблизительно так разделяю фарш пополам. Духовка у меня уже разогревается до 180 градусов. Сверху польем немножечко сырным соусом. Выкладываем оставшееся мясо. Можно еще чуть-чуть присыпать зелень. Теперь выкладываем опять сами простые лазаньи. Краешек обламываю, чтобы они поплотнее прилегли. Теперь сверху я выливаю весь оставшийся соус. Все. Теперь я накрою лазанью фольгой. И поставлю в духовку на 180 градусов на 1 час. Вот такая получилась у меня лазанья. За 10 минут до готовности я сняла фольгу. И поставила ее под верхний нагрев, чтобы она слегка подрумянилась. Можете посыпать сверху сыром. И положить нарезанные кружочками помидоры, если вы любите. Но я готовлю так, как любит моя семья. Вы делайте так, как нравится вам. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok